Могли бы и больше подарить на лучшие Могли бы и больше подарить на лучшие Могли бы и больше подарить на лучшие Телефонов не было А если я попадал, то я попадал в скадони Когда мне телефон был на руках а у меня же конфликт был еще с дашей фогги она меня порвала золотую цепь и теперь я хожу с подъем у нас был в 12 часов утра тебя как знаешь отбой официальный после 12 ночи потом свет обычно выключали где-то часа в три наверно когда уже прям себя будь спать опять его вернули нафига нерски тип ну не знаю он так в принципе нормально неплохой но он это так сказать он специально некоторые треш делают потому что иначе бы никто не смотрел оставлять ничего было оставляют обычного прикладу самые такие пришел в ситуации может быть меня поэтому не показывает там ну мало показываю меня если были показы то где я был в отношении а так у меня за все время один только конфликт был его вот скоро выложит дальше просто участие запросы наверно не буду принимать потому что когда я принимаю запросы мне начинает прям дико лагать телефон и я уже одну трансляцию закрыл хотя там зрители его больше вот если есть какие-нибудь такие вопросы то можно написать директ я всем отвечаю целиком всем я рад каждому ответить что нас мало в первом эфире больше было конечно да там знаешь там нет такого определенного сценария но как люди сами это придумывают подыгрывают но шалко что остальное получилось она хорошая девочка ты еще дальше не видел учебу мне кажется мне это изменится по этому поводу свера не получилось ну потому что смотри у меня было такое достаточно хороший настрой искренне к ней но как я повторюсь у меня с ней был истинный настрой она видимо играла какую-то фикцию и когда вот ты с человеком общаешься как бы понимаешь да есть у него желание ли не я как бы не смог у меня прям уже тошнило от этого как бы в эфире этого не показывали особо но я как бы решил не мучить ни себя ни ее и так разошлись потому что я я не хотел играть там типа какие-то чувства я такой если есть да какая-то взаимность я буду если нет взаимности я не буду заниматься этим я думаю многие меня поймут ну че все спят я буду все калья наверно делать сделал сочную забивочку что а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, сложный выбор Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 а повторный вопрос если среди нас куриночки я просто могу выбрать табак вот такая музычка какая-нибудь первая шапка по-моему ребят кстати кто с Волгограда и как там погода сейчас в Москве капец как холодно всем здорова всем привет задавайте вопросы я такой человек который умудрялся делать кальян даже на доме 2 один из них привет 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 дарксайд с вкусом винограда дарксайд с табаком виноград вот 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 Продолжение следует... 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 Че там... Продолжение следует... 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 а я неправильно натаскивал и все-все-все хорошо сейчас я это можно вот так даже не шучу сделать сверху вниз есть под стол дотянется туда да можно чуть чуть не будет начинается повыше пониже сейчас тут небольшие технические рейсы может быть я бы валюте их ну попробуй посмотрим ладно если придешь набирать хорошо наберу приеду точнее когда да Ну вот, белый есть. А это будет достаточно белый. Там, наверное, был холодный, это нейтральный. Тут прям синий год. Здорово, Лар. Ты же в армии служишь, какой у тебя телефон? Такой же, какой у тебя на дому. Ну да. Логика логичная. Интересно, а вы если тебе блокируют закурение? Нет, по-моему. Проверим. Здорово, здорово. Когда ты там, это, дебиль у тебя? Да я уже сто раз рассказывал, как получилось. Как получилось. На голосование вылетело, так и получилось. Не, нормально, я просто спинку выпрямил. Так лучше слова. В декабре. Вишна, вот если бы я был бы в отношениях, я бы не вылетел. А отношения строить без какой-либо симпатии, я это, я не хочу. Я не готов. Я не хочу заниматься самым баном. Мне надо было с юткой, наверное, идти на дому. Никто не знает про нее. Всем привет, 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 привет всем. Hello. Выгнали что ли, да? Блин, еще привет. Слово такое выгнали, вот, блин, мне оно не нравится. Не выгнали, а вылетел на голосование. А сам ушел. Сам ушел, да. А я, знаешь, сейчас смотрел, когда выпуски, и там это, люди, которых выгоняют, они начинают что-то чудить. Ну, уже поздно, как бы, камон. Что ты будешь чудить, если ты уже понимаешь, что тебя выкинули. Что ты не чудил, надо чудить раньше, наверное, пока ты там находишься. Дисквалифицировался, да. Хорошее слово, кстати, мне нравится. Ну, я, знаешь, я достаточно не открылся на проекте и был таким, ну, вялым участником. А ты там, как бы, должен трэш исполнять. У меня вот единственный был конфликт с Дарьей Хогилем. Вот он скоро выйдет. И мне даже Влад Кадонин говорит, это, типа, самая яркая история. А то, что заселение Шаве, да, там, не знаю, какие-то свидания, это не яркое. Мне кажется, лучше как-то расти на позитивных моментах, без негатива. Я как-то не одобряю вот этот весь негатив. Ты встречаешься с Брянской. Это секрет. С Брянской мои просто друзья. Брянская уже под конец не хотела, чтобы меня выгоняли и говорила, я прям буду топить за тебя. С Аней. Весь коллектив говорил, что будет топить. Но у Лехи иммунитет оказался. Ну, так что оно. Фулы. Как бы, хотели, знаете, как сделать? Ну, типа, проголосовать против Лехи, а если у него иммунитет, поднять вопрос, чтобы меня оставить. Аня, тоже что ли на дом 2 пойти? Ну, попробуй. Если ты интригантка, любишь конфликты, то да, тебе зайдет. А если ты такая спокойненькая, там, девочка, тебе не дают, а то нет. Или тебе надо просто приходить и сразу отношения строить. Потому что по тех, кто в паре, их обычно не выгоняют. Вот, смотрим, например. Ярый подписчик. Поклонник. Поклонник. Он не любит на ручках сидеть. Он сегодня на логоточке подстригли даже. Кастинг мне несложно пройти. Я вообще кастинг на лайте прошел. Могу рассказать, как я кастинг прошел, кстати. Я никогда не думал, что я буду на доме 2. Может быть, выложить видос, когда я это, в заявку отправлял. Такой лохматый бис. Еще когда тренинг не буду. Поклонник. Я в прошлом как бы должна была попасть. Но все закрыто было. Ну да, он же закрывался. Это типа перезапуск сейчас. Типа на ее перенесли. Может, поэтому и прилетел. Я? Ну да, может быть, тоже перезапуск был. Блин, ну на самом деле попробую. В принципе, что там. Плюсов тоже достаточно много. Я потом, конечно, рад был бы остаться еще. Ну, где-то хотя бы полгодика там побыть. Падемия. Да, кстати. На меня пандемия тоже очень сильно повлияла. Сокрывала злую шутку со мной. Ну, я думаю, у нас таких много. Минута молчания. Тебе не холодно? Да, я сейчас в Москве. Может быть, встречу организовать. Я тоже славянский бульвар. А это, по-моему, салатовая ветка, да? Синяя. Синяя? Прям рядом. А тут рядом, да? Да. А, короче, я недалеко сейчас от этого. В Филевский парк. Ну, в принципе, ну, вот насилие на Филевский парк. Сколько вы лежите? Сколько вы на машине минут за 20 доехали. Спасибо. Какая там была станция? А, Филевский парк? Не-не-не. Славянский бульвар? Да. Это как раз где... Так это тут же. МЦД сиеневеткой пересекаются. Настя, привет! Настя зашла, это Бигрина. И молчит, главное. Я тоже санюх в Москве. Давай, увидимся. А, а ты в Кремле еще служишь? Давай. Если... Не, если к тебе это... Есть, Варик, прийти? Я к тебе подойду. По-добаму. Потому что сам в армии служил. Понимаю, как это классно. Когда про тебя не забыли. Но я-то далеко служил. Филюк, а ты в Волгоград приехал? Блин, Влад, я не знаю, долго я в Москве буду. Я бы, конечно, хотел побольше побыть. Вот. Потому что что делать в Волгограде? Я кинул заявку на кастинг. Короче. И, возможно, мне дадут роль в кино. Удачи. В историческом причине. В тераке дам. Вот. Я бы хотел, конечно, это остаться, развиваться, работать над своей мечтой. В принципе, за то короткое время, которое я находился за проектом, я разобрался в своих ошибках. Вот. Но открылся с другой стороны. Я себя так и не видел даже. Уже как месяц тут. Передай колен человеку. Заебал, как обычно, курить соло. Ты будешь курить? По просьбам. Филюха знает, мы когда это. Когда я в компании, я обычно два колена ставлю. Или три. Помнишь, как тогда у Влада на Люхе три калика делали вообще? Аня, спасибо за подписочку. По просьбам подписчиков. Это достаточно громко прозвучало. Но я готов отвечать на одни и те же вопросы. Тем более, я привык, я же на доме два был. Знаешь, там бывает, ты в коллективе идешь, тебя спросили там, ну что у тебя с Леной? Ты одному сказал. Пришел на кухню, тебя толпа спрашивает, ну что у вас там? Ты опять сказала, так опять снова, 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 как я не знаю, где-то улуди какой-то. Соседи все-таки. Да, соседи. Да, и 15-20 забивок улетает за 4-5 часов. Ну да, есть такое. Так я даже на доме два умудрялся колен курить. Там тоже есть. Ну, на доме два чуть плохо. Колен можно курить только после 12 ночи. Ну, когда уже нет эфиров, там типа есть такой допуск, где там опускают на футбольное поле. И то это на улице, даже не в помещении. Дарксайд. Шота не было. Я взял грейпкор. Грейпкор это виноград. Ну, мы еще мастхэв взяли и попроще отдали. Всем привет. Сейчас я помахаю. Я знаю. А те, кто соседи, можем увидеться, собраться, кофе попить. Танж нет. Танж очень редко. Я в основном это особо не экспериментирую. У меня есть любимые вкусы. Я вот курю вот что-нибудь сильнее кидарксайда, либо мастхэв. Танж, я не знаю, по крепости он как? Он крепче до эски? Почему-то не получается помахать всем. Танж нормальная тема. Ну, а как по крепости, Влад? Крепче. Надо было, наверное, одновременно с Саней залетать на Дом-два. Но вкуса меньше. Я, кстати, на самом деле, я вкус очень плохо чувствую. У меня где-то с 14 лет, привет, Катя, пропали вот эти вот вкусовые вот. Не знаю почему. Жесть. Которые вот эти писали? Представили, да, наверное. Жестко, конечно. Такое, что вы в этой системе... Да, да. Еще одна, Аня присоединилась. Ты уже не на проекте? Да, я уже не на проекте. Я вылетел на голосование. Но это не значит, что надо отписываться. Потому что проектом жизнь не ограничивается. И можно развивать какие-нибудь темки. Да, и я также сейчас планирую снять видео. Типа, как я жил до проекта. Как на меня повлияла пандемия. Где я работал. Че вообще нюхал, чем занимался. Как себя чухал. Апанрас пробовал. Не. У меня, кстати, это... Я достаточно мало табаков пробовал. Я курил очень давно. Но пробовал, типа... Самый первый это Ададе Щербет. Там че-то... Такое старое название. Я уже не помню. Как же он называется. Ну, тоже такой из легкой линейки. Бруска мне... Бруска мне вообще не нравится. Но когда нечего курить, я курю бруска. Фу, Катя, молодец. Я солидарен с тобой. Проектом жизни ограничивается. О, со мной эфир идет. Я его хотел посмотреть. Кстати, человек года, да. Я обязательно посмотрю сейчас, как завершу трансляцию. Вот, понравился мой любимый. Все. Теперь фанат Том-2. Ты теперь тоже в этой семье? Нет. Я посмотрю свои выпуски и все. С этого все и начинается. Причем, да. Давайте создадим свой какой-нибудь проект на Ютубе, там, какой-нибудь, только более такшовый. Типа, ну, у Ютуба нет ограничений. Знаешь, там, как на Доме-2 приходится заклеивать все бренды. Никакой рекламы алкоголя. Там, кстати, столько алкоголя много на Доме-2. Капец. Там они прям сами наливают. Как у тебя дела? У меня дела хорошо. У внутренней я себя чувствую. А в таком состоянии, ну, в хорошем. Потому что, мне кажется, от внутреннего зависит намного больше. Если ты счастлив, то ты счастлив в любом случае. Даже независимо от того, что у тебя есть, чего у тебя нет. Я Дом-2 с 16 лет смотрю. Дверь будет, конечно. Желазка. С пряностями. Ну вот, я сейчас себя пробую в кастингах всяких. И думаю, по-хорошему остаться в Москве и как бы поработать с собой. Мне это все нравится. Просто шалеть, как вкусно. Ну, скинь мне тогда в директ название, потому что я забуду, я по-любому не запомню. Бончик и так же с бригадом, плюс касание. Ну, кстати, мы на Доме 2 года курили. Калик мы в касании не забивали. Потому что курили на улице, и вот этот на ветер, он будет гореть. Общаешься? Да, я по поводу директа, я всем отвечаю. Абсолютно всем. Иногда бывает, я там не вижу запросы на переписку, но я все равно... Но нет-нет, чекаю и захожу, отвечаю. Даже если у меня будет миллион подписчиков, мне кажется, я буду все равно отвечать. По возможности. Да, вот это стремный момент был, конечно. Блин, это могло бы вообще красиво получиться, потому что если я что-то хочу делать, я это делаю. То есть у меня нет секретов, да, если у меня есть какая-то там симпатия, я ее одну выражу. Ну, на деле я это покажу. Но у меня нет такого, знаешь, как у меня, который такие не уверен. Типа, ну нет, не, я как-то беру дело. Адеева? Да, привет, Шилтон. Адеева вернули на проект. Это, в принципе, еще одна из причин, почему я вылетел из проекта. Но пока что, на тот момент, пока я там был, он к Брянске, в принципе, не лез. В одной группе пишут, что тебя рокернули бы, не поняли. Не, смотри, рокеровка это когда среди новеньких, а в пятницу голосование среди стареньких. Так что, нет, это не рокеровка. Что там, пиши? Ты же Настя написала этот, блядь, Скидорёв. Скажи подругу, хочешь? Настя не возьмут, скорее всего. Хотя, возвращенцев много. Бигрина хотела уходить, кстати, был такой момент. Я не дам быть им. Она там вещи уже собирала. Ну, потому что у Бигрины есть какая-то история. Пускай я даже не очень такая позитивная. Да я бы и сам, может быть, она пошла. Ну, там, знаешь, даже не постановка, типа, но там вообще является это. Потому что, прикинь, если бы не было вот этих трешаковых ситуаций, кто бы это все смотрел? Я думаю, в основном люди смотрят из-за треша. Я вот, знаешь, я даже если YouTube смотрю, я не смотрю там всякую дичь, которая засоряет мозг. Я смотрю что-нибудь такое поучительное, образовательное, где я могу чему-то научиться, приобрести какой-то опыт. Такой контент, который там, от которого ты деградируешь, нет, я не смотрю такие вещи. Смотри, а что нам за карточку дали сегодня? Тепло-лотерея какая-то. Тепло-лотерея, да. Есть чем стереть? А, там ножнички вверх. Мы, короче, сейчас будем лотерею разыгрывать в прямом эфире. Нам, короче, в ленте дали какую-то карту сюрприз. Мы сейчас там смотрим, что там есть сюрприз. Да, Витек что-то пишет. Я Витеку позже отвечу. Давай, на весу это сделаю. Там на английском чё-то написано. Может, это промокод? Не, подожди, на русском. Я не той стороной повернул. Блин, а букву стер. Ну да, короче, какая-то скидка. Это здесь 10 баллов, там чё-то походим на карту. Оксана, здравствуй. Я с подругой. 100 бонусных баллов на карту. Номер один. Номер один. Буквистер, да. Чё, как улица, нормально? Да. Сейчас, опять все. Опа. Он же боится. После сегодняшнего. Да, я ему сегодня лапки подстриг. У него теперь подушечки. Лапки. Когти. У него такие мягенькие, такие подушечки. Я вам поверю свою мягенькую. Блин. Помаши лапкой. Эксплуатация животных в прямом эфире. Да. За счет него меня смотрят. Привет, котюня. Так, мне нужна HQD и пойду искать. Знаешь, где я? Можешь найти. Когол, собственно. Не, кстати, это нормальная тема, братья, где есть. С удовольствием сразу много. Ты даже не продавать себе нам курили. Я сколько раз так табаку. Хотя я их сейчас на каждом году подаю. Да. Я сколько раз табак себе брал так. Я уж когда это с Москвой переезжал, обратно к себе. Я, короче, табака купил на 15 тысяч. Сюда. Половину продал, половину я сам скурил. Тебе хватило на 15 дней? На месяц. Ну ладно. Сколько мне? 15 блоков, по-моему, я купил. Или 10 блоков. Да, я, короче, на 10 тысяч купил табака. Еще потом уголь купил. Не знаю, сколько скурил я свой товар. Как дела, Пенелопа? У меня все хорошо. Внутреннее сочувствую великолепно. А это самое главное, потому что от внутреннего зависит наружное. Расскажи, как ушел из Дом-2. Я ушел на голосование, потому что вернули Адеева на проект. И ему дали иммунитет. И вопрос стоял между мной и Беном. И как бы вылетел я. Я голосовал. Я там уже на Бен чуть-чуть начал гнать потом. Да, самое главное. Две минуточки. Две затяжки. Как думаю, заслужил Адеев обратно? Не, я думаю, Адеев заслужил, потому что он как бы... Он нормально чуел, но он Брянскую сильно избил очень. Я думаю, после такого не стоит возвращать, потому что то, что было в эфире, это прям была лайт-версия, потому что он буквально ногами пиновал. Ну, это уже потом рассказ для очевидцев, я этого не видел. Я бы по-любому пресек бы это все. А, Глеб, возникает что-то. А по какому поводу он возникает? Анастасия, привет. Вика, привет. Голосование. Так, я не помню, а кто у меня в адвокатах был? У меня в адвокатах был Морген и Аня Мадан. Вот Морген и Аня, мне кажется, самая искренняя пара на проекте. Не, он... Ну, пока я там был, он особо не общался, потому что мы типа запретили, но все равно он там какие-то намеки там... Ну, кидал там разговоры, типа, знаешь, там, пытался подколоть там или... Не буду говорить, кого. Потому что нельзя, эфир выходит с недельной задержкой. Даже несмотря на то, что я ушел. Вот, некоторые моменты не будем скрывать. Ну, а так, если есть какие-то вопросы, можете писать в личку, и, может быть, я отвечу, а, может быть, и нет. Если что-то разумное, то я отвечу. Ваня другой же? Не знаю, не знаю, не знаю. А чего же вы в эфир выложили приход? А, не, он в понедельник будет. Ну, вот в понедельник я все и расскажу. Ирка, здорово. Пойдем, гол, я только за. Док не сегодня. Я думаю, уже достаточно поздно. Крис, привет. Пиши директ, короче. Так, я, наверное, буду завершать эфир. Мы сейчас будем смотреть фильмец, да? Ну, да. Или попозже включим. Надо достать. Комбират. Мы можем смело посмотреть. Когда в избушку? Не знаю, надеюсь, не скоро. Ладно, всем хорошего вечера. Рад, очень рад, искренне был видеть эфири. Все. Обязательно заходите в следующую трансляцию. Ваш бедаж сегодня. Продолжение следует.